Королева эпизода сотни людей простились сегодня заслуженной артисткой России Натальей Крачковской. С Натальей Крачковской простились в церемониальном зале Троекуровского кладбища. Родные захотели проводить ее в узком кругу семьи и друзей, поэтому не стали устраивать панихиду в театре. В зал прощания не пустили прессу, но и без того на кладбище на окраину Москвы приехало не так много людей. Несколько коллег и самые преданные поклонники, яркого таланта, обаятельной актрисы. Вы знаете, я приехала очень издалека, полторы тысячи километров. Приехала к сыну и вот узнав о таком, это же артисты нашего поколения, вам молодежь не понять. У нее не было звания народной артистки, хотя более народную, чем Крачковская, трудно было бы найти. 40 лет в кино, почти сотни фильмов, где даже эпизод в ее исполнении порой был ярче главной роли. Иван Васильевич меняет профессию. Человек с бульвара Капуцинов не может быть. Место встречи изменить нельзя 12 стульев. Образы и фразы ее героинь моментально превращались в цитаты. Мы приехали прощаться с Наташей. Она всегда была человеком экстравагантным. Вот и сейчас я приехал, уже час ждем, а ее нет. Конечно, знали, что она в больнице, но все равно надеялись, потому что, как она говорит, Иван Васильевич, меняет профессию. И тебя вылечат, и тебя вылечат, и меня вылечат. Благодарим ей очень, потому что она на самом деле помогала. И помогала и в творческом плане, и советами разными. И очень хороший, светлый человечек. И для нас это большая потеря. Всенародную известность Крачковской принесла случайная встреча с Леонидом Гайдаем. На роль знойной женщины в 12 стульях пробовались самые именитые актрисы. Но утвердили ее, никому тогда неизвестную, жену звукорежиссера Владимира Крачковского. После гайдаевских фильмов она была нарасхват. Ведь такого легкого нрава и способности искренне смеяться над собой не было ни у кого. Даже в день прощания коллеги вспоминают о ней с улыбкой. У нас сегодня очень грустный день. Но все равно, когда говоришь о Наталье Леонидовне, всегда почему-то начинаешь волей-неволей улыбаться. Она сама такой человек была, понимаете, неунывающий. И человек, который заряжал и позитивом, и, знаете, несмотря на весомую свою кинематографическую деятельность, она осталась действительно очень легким человеком на подъем. Она человек безумно добрый была, безумно добрый. При этом у нее было всегда свое мнение, которое она не стеснялась высказывать. И я вам должна сказать, что это дорогого стоит. Последние годы, несмотря на болезнь, вспоминают друзья, Крачковская продолжала играть в театре. Три года назад ей сделали операцию на сердце, но очередного приступа она не принесла. Последний путь ее проводили аплодисментами. Актриса. Субтитры создавал DimaTorzok